Уважаемые друзья, я хочу поддержать то, что говорилось для меня относительно того, что нам очень важно, чтобы люди выходили сюда. Но я хочу, чтобы вы понимали одну вещь. Вот эта вещь, к сожалению, нечасто понятна. Вот мы сейчас выходим сюда и протестуем, а люди нам не верят точно так же, как тем вот находятся там. Они думают, что мы просто себе скандалисты, которые у хорошего мэра, который строит дорожки в парках, который занимается тем, что благоустраивает город, что мы этому мэру, мы умешали. Я прошу вас, чтобы вы постарались объяснить своим знакомым. От этого зависит будущее нашего города. На самом деле, это просто банда бандитов, которые находятся у власти. И эта банда использует гигантский бюджет Одессы. Я хочу напомнить, что у децентрализации, бюджет Одессы за счет децентрализации вырос в полтора раза. То есть за последние годы бюджет города, который составлял 3 миллиарда, вырос в полтора раза. И эти деньги, на эти изменения можно построить пару дорожек. Можно, действительно. Но это крохи от городского бюджета, который разъедается людьми, находящимися здесь. Это крохи. Но люди считают, что хоть что-нибудь им делают, им сделали дорожку, спасибо. Вот это страшная совершенно вещь. Люди не понимают, что, сделав дорожку здесь, город украл в сто раз больше, чем если эту дорожку делал кто-нибудь другой профессионал. Это тотальное воровство, которое находится вот здесь. Тотальное. Почему мы сейчас говорим про зоню? Потому что самое выгодное, чем сейчас можно торговать, это земля. Продается земля Одессы. Это самое выгодное, поэтому это больше всего видно. Но ведь в Одессе продается все. Дороги, которые делаются в 2-3 раза дороже, чем они должны стоить на самом деле. Когда воруются абсолютно на всем. Абсолютно на всем. На школах. То есть в Одессе нет того, на чем не воровались бы огромные деньги. Ни мелочи. Мечта об откатах в 30% это позавчерашний день. Мы живем в городе, где откат меньше 50-70% это вообще, это подарок. Это город, в котором происходит постоянный грабеж людей. Постоянный. Зонинг является таким же самым видом грабежа. Я был противником принятия генплана. Мне говорили, вот генплан сделает так, что город не будет застраиваться. Это неправда. То, как принимался генплан, очень хорошо говорило, что будет застраиваться. Но тогда все решили, ну генплан для города это хорошо. Теперь нам отсюда говорят, зонинг для города это хорошо, это ложь. Зонинг представляет собой дальнейший грабеж Одессы. Генплан был нацелен на то, чтобы грабить Одессу. Именно грабить. Зонинг превращает грабеж в масштабную операцию. Все то, что грабилось по генплану, все выросло в два-три раза. Все эти места, которые можно продать, они отдано на продажу. Все. Все, что можно продать, все отдано на продажу. Это вообще, это не вариант того, что это частично хорошо, а частично плохо. Это сплошной, тотальный дерибан города. Сплошной, тотальный. Очень многие люди не понимают это. Им говорят, это же разумная система зонинг, это западная система. Это ложь. Нам показывают игрушку и говорят, как на западе. Это неправда. Зонинг на западе идет от того, какая была традиция на этой территории. Как люди, которые жили на этой территории, как они застраивали ее. Покажите мне, где водители застраивались небоскребы. То есть под маркой зонинга нам несут не просто ложь, а тотальную ложь. И я, вы знаете, у нас в Одессе было много мэров. Но я впервые, мы впервые сталкиваемся с мэром, который тотальный непрофессионализм, тотальный, возвел в систему. Архитекторы при нем, это мальчики на побегуфах, которые обязаны исполнять, что им скажут. Когда мне говорят, что архитекторы сделали это, это ерунда. Архитекторы, от совсем, от Голованова, от Бокасилова, это просто марионетки, которые обязаны исполнить решение мэра. Просто марионетки. Другое дело, почему они ставили марионетки, другой разговор. Но это марионетки, которые исполняют волю мэра. Это мэр принял решение. Это он проталкивал все эти вещи. Вы должны объяснить своим друзьям, знакомым и родственникам, что те люди, которые сейчас обитают в этом доме, они вообще не видят Одессу, как существующий город. Это территория, которую нужно быстро продать и уйти. Им дали на разграбление город. Вот поймите, это не то, что они неправильная ошибка. Им дали город на разграбление. И они это делают.